Электротехническая отрасль, считающаяся драйвером экономики Узбекистана, демонстрирует ускоренное развитие. Расширяющаяся востребованность и непрерывное применение разработок, инвестиционные возможности и экспортный потенциал обуславливают внимание к данной сфере со стороны государства. Важное значение имеет и взаимодействие с зарубежными странами. Ассоциацией УСЭЛ Техсануат совместно с посольством Узбекистана в Египте организован бизнес-форум предпринимателей электротехнической отрасли двух стран. Все подробности у Надиры Закировой. ВВП Египта составляет 469 миллиардов долларов. Экспорт электротехнической продукции превышает 2,5 миллиарда долларов. Показатель же прямых иностранных инвестиций 6,7 миллиардов долларов. Потенциал Узбекистана в области производства электротехники также высок, как и спрос на отечественную продукцию за рубежом. В целях расширения географии экспорта значима роль Египта как проводника на африканские рынки. Ассоциация УСЭЛ Техсануат организовала бизнес-форум и B2B-встречи в Каире. Цель – расширение торговых отношений и привлечения иностранных инвесторов. Очень приятно видеть бизнесменов из Узбекистана в главном офисе Ассоциации предпринимателей Египта. Считаем, что нынешние встречи окажут положительное влияние на торгово-экономическое сотрудничество двух государств. Это отличная возможность для увеличения объемов торговли и совместных инвестиций. В ходе переговоров мы еще раз убедились, что есть большой потенциал взаимодействия в электротехнической области. На B2B-встречах интерес у наших предпринимателей вызвали предложения по таким направлениям, как бытовая техника, кабель-провод, солнечная энергетика и энергосберегающие технологии. Уверен, что эта деловая встреча даст возможность нашему совместному взаимодействию выйти на рынки африканских стран через Египет. Наша компания производит запчасти для более чем 25 видов пылесосов, холодильников, микроволновых печей, телевизоров и другой бытовой техники. Большие надежды возлагаем на партнерство с Узбекистаном. Переговоры прошли успешно. Мы даже подписали соглашение о сотрудничестве с одной из узбекских компаний. А на следующей неделе мы пригласили к нам предприятия из вашей республики, которые специализируются в области обслуживания бытовой техники для налаживания контактов. В ближайшее время мы также посетим вашу страну, чтобы ознакомиться с промышленностью Узбекистана. В рамках бизнес-форума состоялась презентация по развитию электротехнической отрасли Узбекистана. Представлена информация о международных брендах, крупных проектах, объектах, созданных для иностранных инвесторов, а также правовых гарантиях. По итогам переговоров достигнута предварительная договоренность по шести контрактам с участием более 60 предпринимателей. Мы рады посетившей Египет делегацией Узбекистана, состоящей из бизнесменов в различных сферах. Узбекистан имеет свои сильные стороны во всех отраслях. Кроме того, между нашими странами подписано множество соглашений, которые открывают большие возможности для эффективного взаимодействия. В вашей республике имеется сырье, которого нет у нас, и это важно для нас. Отсюда следует необходимость развития взаимной торговли. На состоявшихся B2B-встречах обсудили конкретные направления и практические аспекты сотрудничества по новым совместным проектам. Нынешний форум прошел очень плодотворно. Мы переговорили с такими египетскими компаниями, как Акай, Фрэш, Эл-Арабик Круп. Они выразили большую заинтересованность к нашей продукции и также обсудили вопрос экспортных поставок в страны СНГ. В частности, египетские компании планируют поставлять свою продукцию через Узбекистан в страны СНГ. Наша компания также имеет достаточный опыт. Нам это интересно. Думаю, что это положительно отразится на развитии бизнеса двух стран. Взаимодействие с авторитетными зарубежными компаниями электротехнической отрасли будет способствовать выводу национальных брендов на мировой рынок, а также расширению производственной цепочки и географии экспорта. Продолжение следует...